Кровь — это жидкая ткань организма, значительная потеря которой может повлечь за собой опасные для жизни последствия. Этот выпуск научит нас основам оказания первой помощи при травматическом кровотечении. Здравствуйте, мои хорошие! Небольшие ссадины, порезы или царапины знакомы каждому из нас с детства, и, я думаю, нет необходимости подробно останавливаться на капиллярных кровотечениях, вызванных подобными травмами. Как правило, у здорового человека, обладающего нормальной свертываемостью крови, даже без оказания экстренной помощи капиллярные кровотечения останавливаются самостоятельно. Стоит лишь отметить, что обработка поверхностной раны проводится любым имеющимся под рукой антисептиком по спирали, от центра к краям поврежденного участка, а затем накладывается стерильная бинтовая повязка или антисептический пластырь. А более пристального внимания заслуживают повреждения крупных кровеносных сосудов, потому что именно от того, насколько быстро и правильно будет оказана первая помощь пострадавшему, зачастую зависит его жизнь. Итак, кровотечение может быть как наружным возникает при открытых ранениях, так и внутренним, когда происходит разрыв сосудов внутренних органов и кровь изливается в замкнутые полости организма. В зависимости от типа пораженных сосудов, кровотечение разделяют на капиллярное, о котором мы уже ранее упомянули, венозное и артериальное. Очень важно уметь отличать венозное кровотечение от артериального. Во-первых, визуально на артериальное кровотечение указывает истекающая кровь насыщенного ярко-алого цвета, в отличие от венозного, при котором кровь имеет темный вишневый оттенок. Во-вторых, при артериальном кровотечении кровь изливается пульсирующей струей, в такт с сокращениями сердца. А венозному кровотечению, наоборот, характерно непрерывное, равномерное истекание крови. Но если повреждена крупная вена, возможно наличие пульсации, которая в этом случае будет соответствовать не биению сердца, а ритму дыхания. Скорость кровотечения при повреждении артерий очень высока, что уже в течение нескольких минут может стать причиной смерти. Поэтому артериальное кровотечение считается наиболее опасным. Для того, чтобы остановить кровотечение из крупной артерии конечности, наиболее надежным способом является наложение кровоостанавливающего жгута. Алгоритм действий будет следующим. Придавите артерию пальцем, чтобы частично остановить кровотечение. Приподнимите поврежденную руку или ногу так, чтобы она оказалась выше уровня сердца. Прижмите конец жгута к конечности пострадавшего выше места ранения, но как можно ближе к ране, и растяните его на максимально возможную длину. В случае, если под рукой нет жгута, его можно заменить подручными средствами – ремнем, прочной веревкой, куском плотной ткани и так далее. Для исключения вероятности травмирования кожи под жгут подложите свернутую в несколько раз ткань. Сделайте два-три оборота жгута вокруг конечности. Убедитесь в отсутствии пульса и зафиксируйте жгут. К жгуту обязательно прикрепите записку с указанием точного времени наложения. Оставлять затянутым жгутом конечность летом можно максимум полтора часа, зимой – тридцать минут. Зафиксируйте руку в неподвижном положении с помощью шины, бинта или косынки. Вызовите бригаду скорой медицинской помощи. В случае, если жгут наложен правильно, пульс не прощупывается, конечность бледного цвета и холодная на ощупь. Если после наложения жгута конечность начала синеть и отекать, незамедлительно его снимите и, контролируя пульс, наложите вновь. В противном случае, из-за неправильного наложения жгута, не избежать полной ампутации конечности. Если прибытие врачей задерживается и необходимо оставить жгут дольше указанного срока, через каждые полчаса, прижимая поврежденный сосуд пальцем выше места повреждения, снимайте жгут на 2-3 минуты, до порозовения кожи ниже его наложения. Эта манипуляция восстанавливает кровоток в конечности и предупреждает развитие некроза тканей. Венозное кровотечение опасно не только кровопотерей, сколько большой вероятностью возникновения воздушной эмболии, закупорки просветов кровеносных сосудов пузырьками воздуха. Это связано с тем, что в венах создается отрицательное давление, которое может стать причиной всасывания воздуха в кровоток. Останавливается венозное кровотечение с помощью тугой давящей повязки. Для этого поверх раны, прикрытой бинтом, накладывают несколько слоев марли или комок ваты и туго затягивают повязкой. Жгут при венозном кровотечении накладывается в случае повреждения крупных вен и наличия обильного кровотечения. Методика его наложения идентична наложению жгута при артериальных кровотечениях с той лишь разницей, что при венозном кровотечении жгут накладывается ниже раны. Отдельного разговора заслуживает остановка кровотечения при повреждениях сосудов шеи и головы. Из-за вероятности возникновения все той же воздушной эмболии и обильных кровопотерь, венозное кровотечение из ран головы представляет гораздо большую опасность, нежели артериальное. Кровотечение жи из артерий на поверхности головы может прекратиться даже самостоятельно в течение 10-15 минут. Ранения сосудов головы, как правило, сопровождаются переломами костей черепа, поэтому, чтобы не повредить головной мозг, ни в коем случае нельзя прижимать кровоточащие сосуды пальцем. Посадите пострадавшего, прижмите к ранней бинт и не отпускайте его до приезда бригады скорой помощи. Если есть возможность, зафиксируйте наложенный бинт марлевой повязкой или любыми подручными средствами – шапкой, косынкой, бейсболкой. В случае оказания помощи раненому в шею, помните, у Вас очень мало времени до момента наступления смерти от обильной кровопотери. Если говорить о сонной артерии, то это около 10 минут. А вот еремные вены – максимум 10 секунд. В то же время, не стоит забывать и о увеличивающейся с каждой секундой вероятности развития воздушной эмболии. Поэтому действовать надо как можно быстрее. Усадите пострадавшего. Прижмите рану пальцем, подложив под него бинт или любую, сложенную в несколько слоев в виде валика ткань. Жгутом прижмите валик и зафиксируйте его, обернув вокруг запрокинутый верх руки пострадавшего. Держать жгут на шее без ослабления можно вплоть до приезда медицинских работников. И, наконец, внутреннее кровотечение. Данный вид кровотечения очень опасен, и основная помощь, которую мы можем оказать – это вовремя распознать его. Внешне пострадавший бледнеет, на коже выступает холодный пот, дыхание становится частым, поверхностным, пульс частым и слабо прощупываемым. При наличии описанных симптомов, немедленно вызывайте бригаду скорой помощи. А в ее ожидании, если подозрение падает на кровотечение в грудной полости, придайте пострадавшему полусидячее положение. Если в брюшной – уложите на спину. Не давайте ему пить или есть. Положите холод на место предполагаемой области кровотечения. Очень надеюсь, что знания, полученные из сегодняшнего разговора, вам никогда не пригодятся. Но, тем не менее, кто предупрежден, тот вооружен. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь на нее. Здоровья вам!